Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим сложные задачи на доли и проценты. То есть это комбинированные задачи, задачи, состоящие из двух типов задач. Первая задача. Молокозавод выпускает продукцию трёх видов. Сыр, творог и сметана. Массы производимого заводом сыра, творога и сметаны относятся как 3 к 5 к 8 соответственно. Руководство молокозавода планирует удвоить общую массу производимой продукции. При этом сыра должно производиться на 80% больше, а творога на 60% больше. На сколько процентов нужно увеличить массу производимой сметаны, чтобы реализовать этот плаву? Итак, мы с вами сделаем краткую запись. Итак, у нас есть сыр, творог и сметана. Массы производимых заводом сыра, творога и сметаны относятся как 3, к 5 и к 8 соответственно. Мы под каждой категорией подписали, сколько долей у них есть. Итак, сыра нужно производить на 80% больше. Как вычислить, сколько сыра было произведено? Было 100%. Еще добавили 80%. Получили 180%. Творога. Творога хотят производить на 60% больше. Итак, было 100%. Прибавили 60%. Получили 160%. И, наконец, спрашивается, насколько нужно увеличить производство сметаны. Как вычислить, насколько увеличивать массу сметаны? Ну, это 100. Прибавить какие-то х процентов. Вот это и получится наша величина. А теперь переведем все то, что у нас есть, в десятичные дроби. Итак, если мы поделим на 100 180%, это 1,8. Тут мы получаем 1,6. И здесь нам ничего не остается, как записать 100 плюс х, деленное на 100. Вот это мы выписали краткую запись того, что у нас на сегодняшний момент и есть. А теперь постараемся каким-то образом составить уравнение. Итак, у нас 3 доли сыра. Мы умножаем на 1,8. Добавляем 5 долей творога. 5 умножить на 1,6. Добавляем 100 прибавить х, деленное на 100. И все это умноженное на 8 долей. И что же мы теперь получаем? О чем говорится в задаче? Мы должны удвоить общую массу производимой продукции. Что же у нас относится к общей массе? Это 3 прибавить 5 и прибавить 8. И мы эту массу удваиваем. То есть все доли складываем и удваиваем. А теперь мы запишем, что у нас получилось. 5,4 прибавить 8. Прибавить 0,08. То есть я 8 поделила на 100. Умножаем на скобку. 100 прибавить х. И все это равняется 32. Далее мы уже видим, что у нас получается хорошее уравнение. 13,4 прибавить 0,08. На 100 прибавить х. И равняется 32. Отсюда 0,08 умножить на 100 прибавить х. Будет равняться 18,6. Отсюда 100 прибавить х. Поделим 18,6 на 0,08. И получаем 232,5. Отсюда х. Это 132,5. Вот на столько процентов мы должны увеличить производство сметаны. Задача номер 2. Вы видите, что задача довольно сложная. Задача номер 2 будет не менее сложная. И звучит она так. Мясокомбинат выпускает паштет из свинины, говядины и субпродуктов. Массы которых относятся как 3 к 5 к 2 соответственно. Выпуск этого паштета планируется увеличить в 2,5 раза. При этом расход свинины и говядины на производство данного паштета планируется увеличить на 100 и 120% соответственно. Сколько процентов от массы паштета будут составлять субпродукты, если реализовать этот план. Так же, как и в предыдущей задаче, мы обязательно расписываем. Свинина. Это 3 части. Говядина. Это 5 частей. И, наконец, субпродукты. Это 2 части. 3 к 5 и к 2. Далее мы начинаем с вами рассматривать. Итак, свинину увеличиваем на 100 частей. Значит, у нас было 100%. Прибавили еще 100. Получаем, что у нас уже 200%. Говядина. У нас было 100%. Мы должны увеличить на 120%. Получаем 220%. Субпродукты. Мы не знаем, насколько мы будем увеличивать. 100 прибавить х. Далее мы теперь переведем в десятичную дробь. Поделим на 100. Это 2. Это 2,2. А тут мы получаем 100 прибавить х и деленное на 100. Далее, как в предыдущей задаче, мы точно так же составляем уравнение. 3 умножить на 2. Прибавляем 5 умножить на 2,2. Прибавляем 2 умноженное на 100. Прибавить х и поделить на 100. И осталось решить, что же у нас идет со второй частью. Значит, дело в том, что выпуск паштета планируется увеличить в 2,5 раза. То есть, мы можем сложить все доли. 3 прибавить 5, прибавить 2. И умножить на 2,5. Далее мы точно так же, как и в предыдущем случае, начинаем решать эту задачу. 6 прибавить 11, прибавить 2. На 100 прибавить х и поделить на 100. И все это равняется 25. Если мы теперь упростим выражение, то мы получим 2 умножим на 100 прибавить х, деленное на 100. Получается равно 8. Отсюда сама дробь будет равна 4. Отсюда 100 прибавить х, это 400. Получаем, х равняется 300. То есть, на 300% увеличили количество субпродуктов. Теперь давайте посчитаем все это в долях. Итак, 3 умножить на 2. Прибавляем 5 умножить на 2,2. И прибавляем 3, так, и прибавляем 2 умножить. 300 прибавить 100, это 400. Делим на 100, это 4. Итак, когда мы это посчитаем, тут будет 6, тут будет 11 и тут будет 8. То есть, всего 25 долей. Прочитаем еще раз вопрос задачи. Сколько процентов от массы паштета будут составлять субпродукты? Ну, теперь как мы поступаем? 25 долей, это понятно, что 100%. А у нас наших субпродуктов 8 долей. То есть, это х процентов. Нам нужно узнать, еще раз повторю, сколько процентов будут у нас субпродукты. Итак, х это 8 умножить на 100 и поделить на 25. То есть, всего получаем 32%. 32%. Так. 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 Так.